я рад всех приветствовать кто заглянул на канал blender 281 и вот еще одна информация это уже будет по камерам как несколько камер поставить чтобы сделать более-менее нормальные вот эти вот все переходы и так далее сейчас будем рассматривать и отдельное спасибо за критику на канале она нужна да нет микрофона до качество плоховато да можно было это все лучше преподать но такая возможность вот такие вот ресурсы и так далее и так все почти готово к созданию мультфильма есть вроде обстановка есть какие-то вот танки человеке анимация ну одной камеры конечно все это дело будет скучно снимать хотя тоже можно я это дело уже по моему показывал так включаем камеру переключаемся на нее и можно какой вот ту кемсу сделать допустим g уводим камеру подальше устанавливаем смотрим 0 на нампаде как все это дело выглядит g поправляем вот так вот ракурс и что еще можно сделать это дело прописать правильно ну давайте посмотрим 0 на нампаде открываем timeline мы на первом кадре вот камера установлена на начало пишем допустим и локрот передвигаем вот допустим смотрим что они вообще тут делают вот отдается воинское приветствие нечесть и вот это все дело ровненько давайте перетащим вот сюда поближе семерку на нампаде так это дело все р английское развернем ну и можно g еще немножко подтянуть туда смотрим на нампаде на виде из камеры вот так вот как это все выглядит немножко подгоняем и прописываем опять же пишем и локрот ну и вот получается вот такая штукенция издалека камера приближается именно персонажу и вот так все это дело снимает потом можно также эту камеру перевести на какой-то кадр выравните вот семерку на нампаде допустим ротейшн перекручиваем g переводим сюда и опять перекручиваем g можно приподнять смотрим как это все выглядит так нам мешает танк не беда мы его можем удалить или обойти ну вот сейчас вот так вот перекрутим r немножко наклоним 0 и вот можно уже вид сзади вот так вот снять вот так прописываем и локрот 0 на нампаде отключаем или 0 включим посмотрим что тут так вот я приближу вот такой вот вид ну давайте с первого кадра посмотрим вот дальний план все приближается все крутится вертится вот наезд обводка и мы сзади вот это вот работает вот так вот одна камера конечно все это прикольно так давайте удалим я лично удалю пока вот эти все прописки джи семерка на нампаде опять же камеру поставим где-то вот сюда ротейшн чуть-чуть развернем 0 на нампаде подкрутим и давайте теперь поработаем уже с несколькими камерами выбираем вот эту камеру можно здесь семерка на нампаде shift d копируем камеру ставим ее допустим вот здесь перекручиваем подгоняем джи потом будем устанавливать так да что пока их копируем так ну и одну камеру ставим вот сюда генералу поближе ну получается вот три камеры можно еще одну сделать чтобы она как бы из-за палаток выходила но это уже по сценарию какой будет сюжет можно также сделать чтобы крутилась она так вот вокруг этот ролик тоже у меня есть можете посмотреть ссылку оставлю так джи еще немножко подвести возвращаемся на первый кадр вот в этой функции сцена находим именно сцену вот и здесь камеры камера 1 камера 2 камера 3 это можно между ними переключаться вот если мы сейчас включили камеру допустим как один это вот тут это копировано это вот камера их переменовывать также можно название давать чтобы уже не запутаться задний план передний план боковой и так далее переключимся на первую камеру с которой все начнется на нее вот нажмем и поставим маркер нажимаем английскую м вот здесь появился маркер и нужно теперь прописать эту камеру камера прописывается в маркерах находим функцию bind camera to маркер и появляется значок камеры все это будет здесь работать первая камера давайте переключимся на вторую камеру которая у меня первая не путаться и и вот теперь вот эту камеру переведем ну допустим с какого момента смотрим где приблизительно какой момент она должна где быть вот где они отдают допустим воинское приветствие и руку будет отмах опять ставим м маркер этот же маркер можно поставить вот этот маркер внизу горячая клавиша м ну и теперь прописываем эту камеру ставим бинт камера ту марки ставим ноль на нампаде и чтобы было понятно переключаемся на первую камеру вот вы видите что она переключилась и посмотрим как все это дело работает вот сначала у нас смоет первая камера и потом мы переходим на вторую вот так вот маркер и вот так вот камеры переключаются нам этого еще мало дам допустим нам нужно с приближением камеры здесь когда уже нужно прописывать вот вот на этих этапах камеру прописывать смотрим джи можем еще ближе прибавить приблизить допустим вот где-то вот вот такой вот ракурс поставить и прописать ее и локрот но опять если будем уменьшать камеру это локрот скейл и так далее локация ротация скейлинг и так далее ну пока локрот просто поставим так ну этого опять же мало нужно вот эту камеру еще немножко перекрутить так семерка на нампаде р джи и поставить ее как-то ну вот вот так вот можем прям приблизить к персонажу вот к этому вот теперь будет вот такой внешний вид можно бойца захватить но это как там по-научному это дело тоже я постараюсь рассмотреть на канале как построение идет от этих камер переходы это уже будет по моему про кино что-то ну и пропишем теперь ее тут не забываем перекручивать камеру ну именно менять вот эти вот кадры так повторяем семерка на нампаде р перекручиваем джи подводим к персонажу и по крупный план и опять пишем и локрот вот ну нам нужно еще третью камеру поставить вот отсюда так вот с этого момента уже надо перейти на генерала жмем 0 выбираем третью камеру она вот она жмем ей R где-то вот так G переводим поближе смотрим подгоняем G это вот уже крупные планы вот такие вот ну можно его давайте без выездрежей вот так вот как-то подальше чтоб видеть всего генерала хотя бы ну вот так вот бойцов чтоб захватить как он там по научному по центру должен находиться золотое сечение или как там вот давайте вот так оставим поставим здесь маркер вот здесь опять жмем M ставим маркер третьей камеры и теперь перепрописываем ее опять в бинт камера to marker здесь вот будет она уже работать с этого кадра работает эта камера ну давайте ей немножко облет поставим 0 допустим семерка на нампаде R G вот так ее подведем не это многовато вот чтобы генерал вроде вот в таком положении был пишем и lockroot ну а дальше можно оставить эту камеру без изменений вот он как раз пьяный и хорошо попадает кадр можно также еще задействовать первую камеру вот эту переключимся теперь на первую камеру вот так и первую камеру выбрав можно теперь ее опять поставить ей маркер ну допустим так опять пишем M и находим вот этот ctrl b b бинт камера тум маркер здесь будет работать уже первая опять камера и пропишем ее так жмем 0 жмем G допустим как то вот ну я не знаю вот так уже напутаем 0 и как то сверху его чтобы G и R 0 нам пади G вот так R и еще немножко G вот таким образом и пропишем и локрот так смотрим что да как крупные планы пошел вот такой аттракцион идет пьяный и резкий переход вот такой конечно делать не надо нужно помягче все это дело как то сделать давайте вот этот G отведем на другой кадр а первый пропишем иначе так ну где то вот 152 0 опускаем пониже тройка на нам пади R единица на нам пади G G еще немножко G поближе ее подведем и пишем и локрот следом 0 на нам пади 7 на нам пади R перекручиваем уводим G смотрим ракурс опять же вот вот где то такой берем и локрот ну и там дальше уже пошла вот такая штука вот уже мягче перепад идет ну и что получается вот идет воинское приветствие следом крупный план бойцов воинское приветствие пьяного генерала и вот он пошел шатаясь конечно лучше взять его полностью походку чтобы прикольно было а то так как то не смешно ну вот такой вот способ когда будете делать рендер так вот эти камеры тут поперепутаны и вот вы видите что если мы включим 0 на нам пади то попадают вот эти камеры именно их вот эта камера видит и на рендере они тоже будут вот это вот стукенция чтобы их не было вот нажимаем вот на эту галочку show overlays и все переключаемся допустим на площадь и вы видите что ненужных деталей уже здесь нет также можно их вернуть включив вот эту вот штукенцию опять же так ну еще какая штука это я уже показывал ну давайте повторим выбираем вот эту камеру и привяжем ее полностью можно и эти камеры точно также привязать каждому персонажу куда будет смотреть кто-то будет двигаться к руке можно привязать внимание и так далее смотрим выбираем камеру заходим теперь в настройки так это у нас получается вот эта функция object constant находим object constant и ставим track to следить следить за следить за и ставим так поближе вот так выбираем пипетку и ставим вот так на генерала так теперь смотрим где камера камера вот сейчас я отключу цветные вот видно вам наверное вот она повернулась вниз лицом в смысле экраном ставим минус z и смотрим так вот эти камеры я пока поудалю чтобы они не мешались это получается делить ну и смотрим вот если генерал будет двигаться вы видите что камера за ним не смотрит почему такая штукенция потому что нужно вот здесь еще лап поставить по y смотрим что происходит отводим g подальше и вы видите что камера именно привязана вот к этому гражданину как бы вы ее не крутили она смотрит на него вот вот так вот g поднимаем повыше маловато он ходит этот персонаж ну в принципе вот g он к нему привязан камера вы видите как бы вы ее не повернули она смотрит именно только на него смотрим g вот такая штука только персонаж вот так приближение отдаление все прикольно работает вот такая штукенция так так здесь еще можно уменьшить вот сейчас вот здесь стоит вот эта вот функция на 1000 она полностью смотрит на персонажа вы можете вот ну чуть-чуть в бок допустим увести чтоб не точно на него смотрела а на каком-то кадре вернуть вот на этом кадре пускай она будет смотреть точно на него так это будет у нас g уводим подальше вот можно видите как руководить теперь вот так вокруг персонажа можно плавно передвигаться ну и тут на этом кадре давайте напишем и лок рот и на другом кадре вот на этом кадре уменьшим его вот эту вот видимость ну вот где-то вот так можно на конечном где-то вот вот тут полностью полностью увести камеру куда-то выше от него вот несколько маркеров сделать вот этих переписать допустим вот он идет и лок рот теперь получается g можно вот такую тракрус взять вот вот где-то вот так его взять и уменьшить вот эту точность влияние контроля вот это вот слежение пишем и и блок рот и получается у нас вот такая штука уже плавающая камера рассмотрим рассмотрим слежение камеры вот этой именно за кубом так будет наверное понятней просто там много персонажей вот есть у нас опять же камера g мы ее уводим добавляем ей слежение добавляем минус z добавляем куб ну и ставим по y все вот теперь сделаем анимацию кубу пишем допустим это будет первый кадр так 0 на нампаде он на него смотрит все нормально и лок рот на следующих кадрах допустим уходит куб g другую сторону пишем и лок рот и на другом кадре так семерка на нампаде g приближается вот сюда и лок рот и уходит вдаль пишем и лок рот вы видите что камера постоянно за ним смотрит так теперь передвигаем вот вот сюда g не переключился я именно между кадрами ну пускай тут будет и лок рот давайте сделаем теперь немножко поприкольней поставим допустим на 40 боковой кадр сделаем р покрутим вот так вот и нажмем и лок рот скейл вот он начинает крутиться переключаемся на другой вот этот кадр на 81 жмем опять же р английская покрутим и лок рот скейл и вот теперь куб будет крутиться ну и сюда его тоже перепишем жмем р покрутим лок рот скейл ставим 111 кадров ну и смотрим что получилось пардон те 111 смотрим вот куб летает крутится вот так вот все прикольно смотрим теперь вид из камеры как она следит за ним смотрим первый кадр вот такие вот прикольные штукенции слежение камеры следующий ролик постараюсь сделать именно по дрожанию камеры чтобы она дрожала вот если стрельба идет там или еще что-то драка где-то в бою кто-то там боится там трусится ну что-то в таком духе и попробую снять на эту тему тоже ролик все всем пока до свидания до свидания до свидания